Ну и к другим темам. В учебном центре для детей и взрослых «Жизнь без ограничений» состоялась встреча с заведующей лабораторией русского жестового языка Валентиной Камневой. Мастер-класс проводился для родителей, глухих и слабослышащих детей. На мероприятие побывала и наша съемочная бригада. Все подробности у Абдуллы Алиева. Родители зачастую сами делают своих детей инвалидами, допуская множество ошибок в их воспитании. Педагог более чем 40-летним опытом работы с глухонемыми людьми Валентина Камнева утверждает, что очень важно, несмотря на врожденный недуг, не лишать детей самостоятельности. Очень часто, не умея общаться со своими детьми, но обеспечивая гиперопекой, то есть лишая возможности ребенка прожить собственную жизнь, проживая самостоятельно, вместо него, что называется, гиперопекой, это инвалидизация, потому что он складывает ручки и дальше воспитывается потребительское отношение к жизни. Мне должны все, а я никому. И дальше родители в полной мере на себе ощутят эту беду. А это беда, потому что такой ребенок не сможет самостоятельно выжить в жизни. Дети с отсутствием слуха по Слам Камневой уже с ранних лет нуждаются в особых методах обучения. Их родителям необходимо обучаться жестовому языку. Главной ошибкой является то, что ребенок, если он не слышит с самого нежного возраста, до трех лет, а родители пытаются с ним разговаривать в надежде на то, что он заговорит. Не заговорит. Но информацию, тот срок, в который он должен получить 70% всей жизненной информации, будет потерян. Причем потерян без возврата. По Слам директору учебного центра «Жизнь без ограничений» Зайднап Мусаевы, встреча со специалистом такого уровня имеет важное значение как для родителей, так и для всех педагогов образовательного учреждения. Многолетний опыт, которым поделилась Валентина Камнева, поможет улучшить систему обучения глухонемых детей. К нашему счастью эта женщина сама приехала к нам, так как она имеет опыт в работе с такими детьми. Она уже 47 лет работает с такими детьми. И так как у нас у родителей и детей бывает недопонимание друг другом, вот эти все наши проблемы решит, она поможет нам. Стоит отметить, что Валентина Камнева оценила труды работников учебного центра «Жизнь без ограничений». Она отметила, что со своей стороны окажет всяческую помощь в развитии данного центра.